Скандал в Мельбурне. Там предстал перед судом казначей Ватикана Джордж Пелл. В прошлом архиепископа Мельбурна и Сиднея, 76-летнего святого отца, обвиняют в сексуальных домогательствах детям. Пелл все отрицает. А я напомню, что он является одним из наиболее влиятельных членов римской курии. Репортаж Андрея Ивлева. В плотном окружении полицейских и журналистов 76-летний казначей Ватикана Джордж Пелл размеренным шагом покидает зал судебных заседаний. Выглядит явно неважно, хотя старается держаться уверенно. На все вопросы репортеров отвечает невозмутимым молчанием. Минуты спустя, так и не проронив ни слова, скрывается в дверях офиса неподалеку от дворца Фемиды. Свою позицию обвиняемый в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним кардиналу римско-католической церкви Джордж Пелл уже не раз высказывал. Незадолго до начала судебного процесса все заявления потерпевших он назвал частью компании по очернению его имени. Я с нетерпением жду возможности защитить себя в суде. Повторюсь, что я не совершал того, в чем меня обвиняют. Эта теория о сексуальных домогательствах вызывает во мне отвращение. Все это полнейшая клевета и ложь. Спасибо. Дело главы секретариата по экономике Ватикана Джорджа Пелла расследует в австралийском штате Виктория. Обвинения связаны с проверкой фактов 20-летней давности. Не так давно два бывших ученика приходской школы заявили, что Пелл в годы своей молодости якобы оказывал им непристойные знаки внимания. И даже проявлял нездоровый интерес в бассейне. Австралийские детективы пока не раскрывают имел потерпевших, но дело уже спровоцировало грандиозный скандал. Еще бы Джордж Пелл, третий человек в иерархии католической церкви и самый высокопоставленный сановник, приближенный к понтифику. После того, как обвиняемый не явился на одной из заседаний, сославшись на плохое самочувствие, грехопадение кардинала стало темой активного обсуждения и даже насмешек зарубежных СМИ. Кардинал, дружище, всем известно про медицинское постановление о твоем плохом здоровье, но может тогда не стоит спустя два месяца после оглашения анализов прилюдно есть стейк с жареным картофелем, запивая все это пивом. На время разбирательства папа римский Франциск отправил кардинала в отпуск. Пелл не участвует в службах. Безусловно, это уголовное дело для понтифика, первый крупный сексуальный скандал за время его папства. Не так давно борьба с подобными преступлениями в Ватикане вышла на принципиально новый уровень. Был создан специальный церковный суд. Встреча сторон по делу Джорджа Пелла в суде Мельбурна проходила в закрытом режиме и продолжалась около 20 минут. Это, по сути, подготовительный этап к дальнейшим разбирательствам. Процесс продолжится в марте следующего года. На заседание могут быть приглашены до 50 свидетелей. Андрей Ивлев, Халимат Кучмесова, Вести, дежурная часть.